Жемчужина Карибского моря Жемчужина Карибского моря В широтном направлении на 1260 километров Омывается на севере и востоке Атлантическим океаном, на юге – Карибским морем Западная оконечность острова расположена в устье Мексиканского залива В 145 километрах на севере от Кубы находится полуостров Флорида, отделенный от Кубы Флоридским проливом На востоке – наветренный пролив шириной около 90 километров, отделяет от Кубы остров Гаити Береговая линия Кубы, осложненная многочисленными заливами, полуостровами и прибрежными рифами, имеет общую протяженность около 4000 километров Рельеф территории Кубы преимущественно равнинный Всего лишь треть территории занята горами Наиболее высокие из них образуют хребет Сьерра-Маэстро на юго-восточном побережье острова Протяженность этого горного массива – 250 километров Гора Пик-Туркина имеет высоту 1972 метра над уровнем моря и является самой высокой точкой острова Куба Близлежащие части Кубинского архипелага, покрытые небольшими возвышенностями, имеют затейливый ландшафт, красивы, но почти не заселены людьми На Кубе можно увидеть большое количество карстовых пещер Они причудливо разветвлены и порой занимают впечатляющие площади Так, пещера, известная под названием Санта-Томас, в длину имеет около 25 километров И состоит из сложной сети галерей, расположенных под землей На острове Куба имеются значительные запасы никеля, хрома, железных и медных руд На западе острова были открыты месторождения нефти и газа Климатической особенностью Кубы являются пассаты Пассаты характерны для тропиков Они круглогодично обеспечивают ощутимую влажность воздуха при значительно высокой температуре Такое сочетание могло бы нанести вред здоровью людей, если бы не морской ветер, регулярно приносящий прохладу Он делает климат более благоприятным и комфортным А температуру воздуха стабилизирует до умеренного состояния Неизменно с мая по октябрь на Кубе идут дожди Тропические ливни ежегодно приносят осадков до 1500 мм В период с ноября по апрель сухой сезон Но деление на сухой и мокрый сезон весьма условно Так как погода может проявить себя весьма неожиданно Тропические циклоны, зарождаясь в июне где-то в океане возле Малых Антил Соединяются с объемными воздушными массами над Карибским морем Набирают силу и бывает, что в октябре-ноябре обрушиваются на самый южный штат США – Флориду Остров Куба достаточно удален от материка Это способствует развитию уникального растительного и животного мира На острове Куба произрастает около 6000 видов растений Конечно, самым популярным деревом является символ Кубы – Королевская пальма, достигающая 30 метров высоту Самое крупное млекопитающее на Кубе, если не считать домашних животных, это древесная хутиа размером с нутрию Она обитает на окружающих Кубу островах Среди морских млекопитающих можно выделить несколько видов дельфинов Из самого крупного представителя этого класса, населяющего морские глубины Кубы – морскую корову Монати Множество видов птиц, обитающих здесь, характерны только для Кубы В первую очередь – крохотная яркая калибри, питающаяся как бабочка, цветочным нектаром Национальной птицей Кубы выбрана Токорора из-за своей синей-красно-белой расцветки Давайте поговорим о том, как заселялась Куба и каков современный состав ее населения Сегодня практически невозможно встретить на Кубе аборигенов, потомков тех, кто когда-то вышел из сельвы навстречу кораблям Колумба Испанские конкистадоры и прибывшие след за ними переселенцы эксплуатировали труд этих людей Что привело к практически полному уничтожению исходной кубинской культуры Взамен из Африки было ввезено огромное количество рабов для работы на плантациях В середине XIX века их ряды пополнили невольники из Китая Возились на Кубу и представители народов Центральной и Южной Америки Из года в год в поисках счастья на Кубу прибывали испанцы В дальнейшем по следам испанцев к щедрому острову прибывали выходцы из других европейских стран Англичане, французы, немцы, португальцы и другие Учитывая все эти миграционные процессы, можно сказать, что сегодняшнее 11-миллионное население Кубы Представляет из себя причудливый конгломерат культур и рас, традиций и обычаев Подавляющее большинство граждан, 65%, имеют светлый цвет кожи и европеоидные признаки Около четверти населения составляют мулаты и порядка 12% темнокожие Испанский язык, хоть и является официальным языком Кубы, со времен колонизации претерпел существенные изменения На произношении сказалось влияние иных языковых культур, везенных на остров Кубинцы весьма религиозны Несмотря на господствующую коммунистическую идеологию, весьма сказывается католицизм переселенцев Кубинцы – самый шумный и веселый народ в мире Они танцуют и поют всегда и везде, утром, ночью и вечером, на кухне, на улице и на рабочем месте Вот почему, попав на остров, вы постоянно будете ощущать себя участником непрерывного пестрого карнавала Основы экономики Кубы составляют отрасли сельского хозяйства и промышленность, перерабатывающая растительное сырье Выращивание сахарного тростника и сахарная промышленность – это отрасли международной специализации Кубы Кроме того, в стране выращивают кукурузу, рис, овощи, картофель и другие культуры В животноводстве особое значение отдаётся молочному направлению и птицеводству Также развит лов рыбы и ракообразных На этом урок окончен. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok